Вот же и урны сядут. Надо оделать. Родишко выбрать нельзя курить. Курильщик негодует. Он утверждает, что закон не нарушал. Сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Шадрин и Алексей Шигаев с этим не спорят. Но предупреждают гражданина о том, что нужно отвыкать курить в общественных местах. Скоро это будет считаться административным правонарушением. Меж тем, с 15 ноября уже действует федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, который запрещает курить в том числе возле медучреждений. Крыльцо третьей клинической больницы. Факт административного проступка налицо. 15 метров от больницы. Я его поясняю. Этот молодой человек курил на остановке «Партизанская». Попытка избавиться от ВИЧ-дока не спасает его от штрафа. Нарушители отводят в опорный пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении. Максимальный размер штрафа – полторы тысячи рублей. Но для начала курильщика накажут по минимуму на 500 рублей. Составлять протоколы могут сотрудники участковой и полномоченной полиции, сотрудники дежурных частей, а также сотрудники Центра исполнения административного законодательства. Согласно закону, запрещено курить на остановках общественного транспорта рядом с учреждениями здравоохранения, образовательными учреждениями, в подъездах жилых домов. То есть курение разрешено только в специально отведенных для этого местах. Введение нынешних санкций – это только начало. Курильщикам нужно быть готовым к ужесточению законодательства в этой сфере. Начиная с 1 июня 2014 года, любителям подымить будет заказан путь с сигаретой на свои рабочие места в закрытых помещениях, а также в заведения общепита, гостиницы и рынки. Кроме того, курение будет запрещено во всех видах общественного транспорта, включая поезда дальнего следования и корабли. Артур Харламов, Константин Синицын. Новости сейчас.